18 января 1825 года. В Москве состоялось открытие Большого театра. В 1776 году императрица Екатерина II предоставила право на создание русского театра в Москве тогдашнему губернатору Урусову. Но в 1780 году пожар уничтожил первый театр, названный Знаменским. Уроженец Англии Медокс, бывший тогда компаньоном Урусова, отстроил новое здание на Петровке в течение пяти месяцев. Петровский театр просуществовал дольше. Но его не пощадил огонь в 1805 году. В 1808 году, теперь на Арбатской площади, Карл Росси воздвиг очередное здание. Но пожар при нашествии Наполеона погубил и это строение. Следующая попытка была предпринята в 1818 году, когда Петербургской Академии наук был. Объявлен конкурс проектов Московского театра. Лучшая работа принадлежала Алексею Михайлову, ректору Академии. Осип Боведа работал проект, и новое строительство началось в 1821 году. Театр опять вернулся на Петровку. Грандиозность постройки потрясла москвичей. Открытие театра состоялось 18 января 1825 года под бурные овации в адрес гения архитектуры Бове. Звучало торжество Мус, Алябьева и Верстовского. Вновь огонь сыграл злую шутку в 1853 году, но здание пострадало частично. В конкурсе проектов восстановление театра победил. Кавос. Его украсила знаменитая теперь на весь мир скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клоттом. Снова Большой театр открылся в 1856 году и сохранил внешний вид до нынешнего времени. В новом тысячелетии прошла современная реконструкция здания Большого театра, которая началась в 2005 году. Торжественное открытие исторической сцены театра состоялось 28 октября 2011 года. Сегодня Государственный академический Большой театр ГАПТ – один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.